Добрый день, уважаемые зрители! Мы продолжаем говорить про столь популярную у вас тему личного развития и вот тот самый вопрос, где взять свободное время? Я уже ответил на него по поводу не давать ненужных советов Опять же, видео на канале рассказал про осуждение и прекращение советов и прекращение осуждения Все это экономия времени А теперь я скажу про еще один способ снизить бессмысленные затраты времени Они бесцельные В плейлисте личное развитие я много говорил о целях, о системе целей, о постановке целей Наверное, кто-то не понял, я еще раз повторю на более таком простом варианте Вот есть вы, есть ваши жизненные цели И если вы хотите иметь больше времени, прекратите заниматься тем, что вас не касается Как это выглядит? Встречаю я человека, он говорит Ты знаешь, вот в Африке кто-то напал на кого-то, кто-то пошел туда, кто-то сюда, кто-то кого-то убил Кто-то кого-то съел, кто-то этого не сделал Как это касается меня? Никак мне это не интересно Есть такой мифический мем Кругозор развития Так вот В рамках этого кругозора подразумевалось изучение фундаментальных принципов бытия, скажем так Это философии Можно базовой социологии, психологии Базовой математике Ну, предположим Но сейчас у нас мир набит информационным шумом Кто куда ходил, кто с кем переспал, кто кого съел Кто на кого напал, что произошло на бирже Миллион, миллион новостей То есть, открываешь интернет, оттуда на тебя сыпется непредставимое количество хлама Вот, например, тот же Яндекс.Дзен Он на 98, там, 95% из него состоит И весь этот хлам пытается занять, ну, локус контроля, да, зону внимания Погрузиться в память У человека память не бесконечна Ну, давайте посмотрим, брали глаза Вот вы с утра встали, вы легко что-то запоминаете, да, проснулись, бодрились А теперь представьте, что вечером вы приходите, например, и начинаете заниматься чем-то там Английский учитель Это совсем не так, как с утра Или программирование, или еще что-то Вам кажется, что это в голову все не входит А это так и есть У каждого человека есть некий предел Его, конечно, можно отодвигать тренировками и так далее Но Представьте, что у вас был ящик на 20 кг Благодаря тренировкам он стал на 30 А вы стабильно 90% ящика забиваете тем, что вас не касается Для чего вы это делаете? Чтобы потерять Это все убытки Все убытки Каждый раз, когда вы думаете Говорите Слушайте Читайте О том, что вас не касается и не связано с вашими целями С вашим отдыхом Вы наносите себе убыток Человек говорит Я пойду отдыхать Ну хорошо, иди Смотрю, он читает Яндекс Дзен Он раздраконенный Он нервный Вот видишь, тут кто-то, кого не прав Вот тут теща развелась с зятем И женилась на свадье Это причем на отдыхе Зачем ты это читаешь? Ну вот я открыл Зачем ты это читаешь? А еще в Иране Зачем ты это читаешь? Ты собираешься поехать жить в Иран? Нет Зачем ты это читаешь? Ты дипломат в Министерстве иностранных дел Российской Федерации? Нет Зачем ты это читаешь? Три четверти того, что там написано Надо читать психотерапевту С хорошим жизненным опытом Но Этот же человек мне говорит Я до сих пор, к сожалению, не прочитал диалоги Платона Который эту книгу мне подарил Четыре года назад Подарил Прекрасное коллекционное издание Я до сих пор не прочитал Ну конечно нет У тебя есть куча других Инди Непонятно чего Что это все такое Ты отдыхаешь? Ты реально хочешь мне сказать, что ты отдыхаешь, читая это безумие? Большая часть интернета похожа на картины Иеронима Босоха Ну то бишь, ад на земле А ну вам зачем? Я уже не говорю про информационную гигиену Защиту сознания и так далее А ну зачем? Это отдых? Нет 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 Какой же это отдых? Если вы выйдете из этого так называемого отдыха Еще более раздражены и злой, чем когда в него входили Отдых это когда вы выходите спокойным, обновленным, расслабленным Конечно отдых Но это не отдых Вы приходите домой, садитесь вечером, включайте Не вы лично, да Я в общем говорю Садитесь вечером, включайте телевизор или интернет А там новости Новости похожи на записки инквизитора из Вархаммер 40 тысяч Кто? Кого? Куда? Зачем? Вам это зачем? Вы как на это влияете? Почему вместо этого не побыть со своими детьми? Нет, мы выкнули телевизор, но вы в интернете все хлам смотрите Какая разница? Не почитать хорошую книгу, фильм Наша жизнь на самом деле не столь велика Абсолютно не велика Ну, самые долгожители доживут, ну давайте до 120 Давайте, хотя это ничтожное количество, там меньше процентов Ну, даже если вы доживете до 120 лет Что такое 120 лет? Это меньше, чем миг Я вам глаза закрыл, открыл, выяснилось 10 лет прошло На проектах, на задачах, на занятиях Так может быть, стоит поберечь время? Не читать все этот хлам, не смотреть этот хлам, не знать этот хлам Он не связан ни с работой, ни с учебой, ни с отдыхом, ни с семьей Просто засорение жизни Попробуйте от него избавиться И вы увидите, сколько у вас появится свободного времени Вы перестаньте бессмысленно заниматься советами Перестаньте осуждать Перестаньте заниматься тем, что вас не касается Не читать, не изучать И вы увидите, сколько у вас появится свободного времени На вас самих На ваши цели И на вашу жизнь, на вашу семью, на ваш отдых, на ваше увлечение. Это называется там менеджмент. Управление временем. Но я бы говорил по-другому. Это управление тратой времени. Оно все равно тратится. И мы управляем только на что мы его тратим. Управление получается уже даже не тратой. Это уже точно не управление временем и уже не управление тратами. Это управление то, на что мы тратим наше время. Чтобы когда ваш земной путь будет подходить к концу. Или вообще закончится ваш земной путь. Вы могли себе сказать. Я прожил очень интересную жизнь. Я читал то, что хотел. Я смотрел то, что хотел. Я ходил куда хотел. Мне было интересно. Что вы говорите? Я читал каждый день. Но я же всего 15 минут в день читаю. 20. 30 дней в месяц умножить на 20 минут. 600 минут. 10 часов. Это хорошая книга. 10 часов. А в году. 120 часов. 120 часов. Это 5 дней. 5 дней в году вы жертвуете им. И это только одно. Я сидел в контакте 20 минут. На Дзене 20 минут. На этом 20 минут. Они съели месяц в году. Месяц. Это незаметно. Они едят вас по кусочку. Они едят ваше время по чуть-чуть. Потому что если они возьмут слишком много, вы можете это заметить. Вот и все. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.